в общем как то так бубух это 12 сейчас подожди я включу подойди я включу громкую связь я и так слышно говори говори осколок встрял пробил мягкие ткани но кости целая мы были отвезли его сразу мы на седьмой попали под кассеты а где на седьмой ну и это самое вот уже короче когда обстрел закончился мы встали блин ну в горячке вроде все целы а у Руслана с локтя кровь течет потом он как бы мы поближе глянули там какая-то хреня торчит мы это сразу же его отвезли в больницу тут ему рентген сделали кость целая вот осколок здесь не достали ближайшую неделю никуда не поедем у нас машина пострадала трех стекол нет и надо смотреть что там еще с ней произошло машина та которую ремонтировали и ваша вот это зеленая зеленая на ходу на ходу она ну доехали на ходу ну хз надо это все посмотреть потому что так вроде на ходу ну хрен вот там же снизу сверху оно же прилетело я жарю вот я лежал я получается упал когда кассеты мы этот грязь прям возле порога дома надо мной никаких укрытий ни хрена а Руслан заполз под машину то ли он чуть позже меня упал то ли отрикошетил а как его в локоть ранило хз я сам не понял ой андрюша ну тебя меня аж трусить начало интернетчики попали под обстрел то есть реально руководству тоже интернет компании не стоит рисковать своими сотрудниками потому что реально стреляют именно по таким коммунальным службам по людям которые чинят свет интернет газ воду они и целенаправленно стреляют по ним кассетными боеприпасами от которых нет спасения говорю о том что это ребята настоящие герои но этими героями нужно нужно дорожить потому что еще очень много нам придется восстанавливать поэтому под такие обстрелы и при активности боевых действий которые сейчас происходят в Петровском районе не стоит этим скажем так заниматься на данный момент нужно обождать время чтобы это все переждать и потом уже возможно позже заняться ремонтом и и и